Доброе утро, добрый день, добрый день Добрый вечер, любое время, в которое вы смотрите. Сегодня я иду на пикничок. С утрица как проснулась, хочу все подготовить. Пока не знаю, что с собой взять, но вот собираюсь. Хочу сделать чипсики из лаваша, такой треугольной формы. Я каждый раз забываю, как они называются, но в общем покажу, что я такое делаю. Рецепт, который показал мне мой друг, и я стала делать это тоже. Просто нарезаем вот такие треугольнички. Два таких листа лепешки вполне хватает на одну противень. Далее я беру масло, чеснок, перец чили, красный перец, паприка копченая. Все это я перемешиваю. Беру пергамент. Я сейчас разложу на противень треугольнички. И буду смазывать вот этим вот, я знаю, как сказать, соусом, что ли. Не думаю, что это самое прям полезное блюдо, учитывая количество масла, но это явно полезнее, чем магазинные чипсы, в которых много всяких ешек. А по вкусу они получаются просто вау. Мне нравится, я уже раза три, наверное, делала. До этого я делала силиконовые лопатки, но сейчас она у меня в стирке. Надо, короче, ее мыть, поэтому взяла ложку. Но лопаткой гораздо, конечно, удобнее. Потому что равномерно по всей площади я разделываю, намазываю. Тут будет больше капельки. Этот раз так много сделала масла, что у меня они были прям очень маслянистые. Я их оставляю где-то на 3-4 минуты и стараюсь постоянно следить, потому что они очень быстро поджариваются. Так что лучше засекать, потому что можно так сделать, что они сгорят. Вообще мне надо много что убрать и вымыть. У меня такой срач в комнате. Сейчас, главное, засеку, сколько у меня делаются мои треугольники-чипсы. Я сейчас хочу сразу пообедать, не буду даже завтракать. Так, термос берем. Чаечек сейчас попьем. У меня осталась малина, поэтому я думаю сделаю себе малиновый чай. Честно говоря, мне что-то как-то не понравилась вот эта малина. Особенно, когда я ее в кашу добавляю, как будто бы остаются одни косточки. Больше мне нравится смородина. Сosaurs по сетям. Солнце зажигается меньше. Моркл костюм в использовании. Большая малина зашли, униска. И в кашу добавляем к чай вкусу. Ну, я оставляю сюда. Ну, вот так вот притого они выглядят. Ну, вот так вот. По хорошей традиции идем в Сеяргивку. Там, я думаю, получится провести замечательно пикничок. Правда, что-то у меня столько с собой вещей. Ну, надеюсь, ничего не забыла. Самое главное там пледик, попить там чаечек, перекусить. Ну, что-то взяла еще, конечно же, вещички для проведения досуга. Чем я буду заниматься уже покажу вам на месте. Сейчас предстоит дойти до парка. Хочу уйти максимально далеко от дороги, чтобы не было слышно никакого транспорта. Хотя электричка все равно в Сеяргивке будет слышна, но, я думаю, не настолько критично, так скажем, как если бы я вот здесь сидела, потому что вот она дорога. Сегодня на улице плюс 19 градусов. До Петербурга это лето. Все, что вот около 20, это уже тепло. Можно ходить в футболочки, в шортиках, юбочки. Я уже и в юбки ходила, в платья ходила. Но, так как в Сеяргивке очень много мест, где тень, потому что большие деревья, раскидистые ветви, то, естественно, нужно обязательно взять свой куртенку. И, к тому же, я не знаю, сколько по времени я буду, но планирую надолго уйти. Потому что мне абсолютно в выходной свой спешить, ну, некуда. Надо набраться сил для новой недели. Так что буду отдыхать, наслаждаться природой, погодой. Да, в одиночестве я одна буду на пикнике. И в этом нет абсолютно ничего такого страшного. Сегодня я должна была встретиться со своей одноклассницей, которая живет в Петербурге. Но я все-таки поняла, что я абсолютно не прям-таки городской житель. И мне нравится за городом. Она хотела, чтобы мы увиделись, собственно, в городе. Погулять там по Невскому, выйти на набережную, в какие-то заведения зайти. И я так сказала ей, ну, что-то я вообще не хочу в город ехать. Я так устаю от этого города, от этой всей движухи. Я ее пригласила за город. Я говорю, пойдем на пикник. Она, собственно, сказала, а я не люблю пикники. И пам-пам, и мы не сошлись. И поэтому я думаю, ладно, я пойду одна. Как бы я ничего не теряю. Проведу хорошо время на природе. Так что, да, мы с ней не виделись то ли с 20-го года, то ли с 21-го года. Хотя жили в одном городе, извините на минуточку. Оказывается, да, взрослым уже после школы очень тяжело собраться. Потому что у кого работа, у кого какие-то дела, и не получается никак. А тут и интересы разные, желания, так скажем. Она хватила в городе, чтобы мы увидели все. А я говорю, нет, давай за городом. Ну, как бы, мне повезло. Ну и ладно. Я сейчас какую-то такую птичку интересно увидела. Она такая лупоглазенькая. И ускакивает, скакала от меня. Я даже не знаю, что это за птица, но она такая забавная. Ты делаешь шаг, она 10 и убегает от тебя. Я так смотрела, прям свои глазенки такие кругленькие. В восторге ли я, каждый раз посещая Сергиевку? Да, надоело мне. Нет, абсолютно нет. Каждый раз нахожу какие-то новые уголки здесь. И, ну, как можно, вот как может природа надоесть? Особенно такая красивая. Выйду сейчас к окрестательке. Посмотрю, может быть, здесь какие-то полянки. Но здесь еще много, конечно, народу, потому что вот тропинки главные. Ну, очень красиво вот так было бы здесь разместиться. Или можно вот там, вот там более уединенно. Но здесь на солнышке будет тепло. Хотя там тоже есть места такие солнечные. Но хотелось бы более что-то такое уединенное. Хотя мне прям очень уже здесь нравится. Уже даже это место первое. Дошла до Озерка, или Затона, наверное, правильнее будет сказать. И на другой стране ребята, школьники, что-то типа юно-армейцы. Видимо, у них какой-то майский весенний слет. Они все на велосипедах, в одной одежде, в красных таких кепочках, футболочках. Я думаю, мне бы хотелось где-то вот бы, наверное, здесь приземлиться. Я просто буду сегодня рисовать. Мне хочется, чтобы и вид был красивый, который я могу рисовать. Чтобы было что-то такое акцентное. И вот мостики в этом парке как раз могли бы стать чем-то таким акцентным. Ну, на самом деле, сейчас, в выходной день, все такие прям хорошие полянки, они будут заняты. Я вот одну полянку вот знаю там, но там уже кто-то сидит, причем с собакой такой большой. Так что ищу, ищу, ищу. Ну, вот здесь, конечно, было бы красиво рисовать. Так скажем, пленэр называется это. Когда выходишь рисовать на свежий воздух. Еще помню, когда училась в художественной школе, то у нас были тоже пленэры. Ну, мне, правда, это не пришлось застать, потому что я рано перестала в нее ходить. Вот. Но на более старших курсах вот эти пленэры, это было очень распространенное. Ребята вообще под мост залезли. Не знаю, что они там делают, почти купаются. Посмотрите, какое здесь когда-то было дерево. Оно же просто огромное. Я не знаю, тут человека три, наверное, надо, чтобы его обнять было. Ооо. Да. Это дерево, наверное, здесь еще со времен постройки дворца. А может быть и нет. Я даже не знаю, за сколько лет может вырасти такое дерево. Двести, триста лет. Вот такую полянку я выбрала. По итогу вернулась в то место, где была изначально. У меня с собой альбомчик порисовать. Есть книжечка почитать новенькая. Я еще ее не начинала даже, ну, если захочу. Еще я взяла карандашики у девочки в общежитии, цветные. Хочу вот пейзаж сегодня нарисовать. Не знаю, что у меня получится, но что-то от души точно. Эта полянка чем хороша, что здесь вроде и солнышко есть, и вроде обдувают, поэтому и не так жарко, и не так холодно. Вот он, ветерочек. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Малинкой как-то. Особо не видно, но чай такого прям гранатового цвета. Малина его очень хорошо прям напитала. Не хватает сладости. Вот если бы сахар был, то чай был бы такой очень сладкий. А он кисловатый. Честно говоря, вот ветерочек дует, и я даже как-то подмерзла. Что-то как-то, я не знаю, вроде на солнышке сижу, а так замерзаю. А больше ничего с собой, никакие кофты не брала. Думала, что не замерзну. А сегодня день такой. То солнце есть, то облака вот даже сейчас вот скрываются, и всё. Сразу становится так зябочка. Зябочка? Что? Зябка. Я просто в восторге от чипсиков. Они такие вкусные. Так хрустят вообще. Очень вкусно. Во, загорелый чипсинок, которым масло хорошо пропитался. Это просто чудо. Очень вкусно всё-таки. Рекомендую, вот попробуйте, сделайте. Кто такое не делал, вы будете в восторге. Кто любит чипсы именно. Что-то в Bassманеку. Рекомендую. Я поняла, что я начала замерзать на этой полянке, поэтому я сейчас собираю свои вещи и перемещусь куда-то, где есть больше солнца и нет ветра. Субтитры создавал DimaTorzok А на том берегу удочки сидят. Одна такая деловая на камешке. Чистится она, а другие просто по берегу лежат. Деловой селезень такой. На камне он сидит. Ну, другие. Вот они. Спят. Устали. Пока лежу, смотрю на уточек, мне пришла одна мысль в голову. Вот есть утки, у них вид называется кряква. А почему называется кряква? Кря? Ладно, понятно. Но ква. Кря-ква? Должны называться они кря-кря. Утка кря-кря, но не кря-ква. Это ж не лягушка. Тогда бы понятно было. Ква-ква. Кря-ква. По-моему, это очень смешно. Почему назвали так утку кря-ква? Уже вернулась в общежитие. Поставила только что воду для того, чтобы сварить спагетти. Буду ужинать. Тут я, знаете что, выдвинула тумбочку, потому что хочу скинуть все видео, которые сегодня наснимала, помонтировать, потому что уже на неделю мне этим заниматься абсолютно некогда будет. Там будет другой монтаж по работе. Поэтому отдыхаю, продолжаю отдыхать. На самом деле очень здорово сходила сегодня на пикничок. Мне понравилось. Можно чаще, я думаю, такие вылазки делать сейчас в теплое время. Год, наконец-то, да? А то особо долго раньше и не погуляешь в холодную погоду. Также вечером сейчас буду еще достирать вещи. Тут одно постирала, высушила, другое высохло, убрала. Последние несколько недель обновляюсь к лету. Вещички летние покупаю. Выйдет у меня отдельное видео про мои покупки к лету. Так что все это в ближайшее время на моем канале появится. Ну что хочу сказать. Наверное, буду завершать это видео сегодняшнее. Оно и так, в принципе, наверное, и длинное, думаю, выйдет. Так что всем большое спасибо, что вы посмотрели его. Напоминаю, что пишите комментарии. Мне будет очень приятно. Поддержите меня лайком, подпиской, если еще вы не подписаны. Так что увидимся в следующих видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok